Привет, друзья! Вы на канале Провинциальная жизнь с Еленой. Мы сегодня выехали немножко подышать воздухом, таким далеким от машин, над домом. И покажу, что получилось. Приглашаю вас погулять вместе с нами. Мы сегодня приехали, это тоже окрестности нашего города Шахты, по трассе М4 в сторону Москвы, река Кундрючье. Раньше на этой речке, ну, еще в те далекие времена советские, находились и от шахты Айтинской базы отдыха, находились детские лагеря школьные, и даже, в детстве я туда ездила, были дачи от детского сада, куда дети выезжали с начала лета, на весь летний сезон, и там жили. Речка была довольно-таки большая, сейчас, конечно, она подзаросла. А мы приехали, называется Прохоровский водопад. Я сейчас вам покажу. Я очень давно хотела посмотреть это место. Здесь такой воздух. Мы только подъезжали, вот в окно машины, воздух, степь. Такое разнотравье. А здесь еще прибавляется и вода. Сейчас я вам покажу. Это красивое место. Вот я иду к этому водопаду. Это собирались здесь строить плотину. Вода очень шумит, поэтому я просто покажу вам. Вот такая красота. Несмотря на то, что стоит жара, уже как бы степь подсыхает, становится желтой. А здесь вот рядом вода, все зеленое. Такой воздух прям свежий. Вот тут водопад. Когда-то хотели делать плотину. Вот это уже стоит очень много лет. Потихоньку, конечно, разрушается. Но все равно такая мощь. Красота такая. Я вообще-то думала увидеть здесь кувшинки. Но нету, только камыши. А с другой стороны, вот эта речка кундрючка течет. С другой стороны, она тихая, она подходит к водопаду. Вот сейчас пройду туда, покажу. Ой, как здесь легко дышится. Ну, наверное, как везде возле воды. Вот это место я вижу первый раз. Спасибо Ютубу. Мне так понравилось ездить хотя бы на денек, на часок, на два часа куда-то по окрестностям. Место, где мы живем. И вот эти такие места, такие вот, которые я никогда не видела. И вот я хочу поделиться с вами тем, что вижу первый раз сама. Ой, пахнет. Пахнет речкой. Такой вот. Вот она, тина, подзаросла. Ну, в тех местах, где стояли дачи, конечно, не было там таких камышей. Речка была почище. Сейчас сколько лет прошло. Вот она, вот она, речка, кундрючка. Вон там какие деревья. Вот здесь вот речка так стоит тихо. А здесь вот мощь воды. И хотели сделать плотину, вот это все, чтобы затопилось. Как всегда, что-то пошло не так. Зато теперь мы имеем красивое зрелище в виде водопада. Вот это та же речка, кундрючка. Только мы уже от водопада уехали. Приехали в какую-то деревню. Честно говоря, даже не знаем, что это за деревня. И вот посреди деревушки течет вот речка. Та же самая кундрючка. Вот она. Грязненькая, конечно. Я не знаю, тут ребятишки купаются или нет где-нибудь. Может, где-то есть такие места, конечно. Где купаются. Но здесь вот грязненькая и мелкая. Вот такая вот река в деревне. Ну что, наше путешествие продолжается. Едем дальше. Вот муж сейчас будет пробовать вот по этому мосту переезжать. Но мы видим, что машины здесь ездят. Отправил меня на ту сторону. Сейчас посмотрю, как он это будет делать. Вот мордовник. Некоторые, кстати, вот такую колючечку сажают у себя дома. Ой, едет. Ничего, мостик крепкий. А, приехали. Где настолько не носят. Чего такую колючку сорвать? Это мордовник называется. Некоторые его даже сажают дома. А не борщовник? Нет, ты что, борщовик. Это белыми такими зонтиками цветет. Ага, вот так вот. И еще одну. Ты что, здесь что-нибудь хочешь? Ах, еще одну. Ой, колючий. О, приехали на речку посмотреть. Нарвем букет колючек. Ой-ой-ой, колючий. Ну все, пошли. Подожди, я что сделал? Зачем ты кинул? Мой букет. Ну еще одну. Ну вот. Какой букет мне муж подарил? Ой. Кто? Нет, та колючка мне не нужна. Посмотрите, домики деревенские. Так, ну мой букет отправляется в багажник. А мы едем дальше. Выехали на центральную улицу. Вот здесь асфальт. Муж мой кричит, цивилизация. Ну дом продается. Мы едем, даже не знаем, что за деревня. Выехали с тылу. Может быть, и узнаем. Видите, какие домики. Ну, кстати, что там? О, люди продают капусту, помидорчики. 70 рублей помидор. Тут газа, наверное, нету, да? Смотри, уголь лежит. Домишки интересные. Пасутся кони. На лугу, на лугу, на лугу пасутся ко. И козы, и кони. Там два. Один такой светленький, один коричневый. Вон у людей там прямо ульи во дворе. Пасика. Продают за 300 тысяч рублей. Наверное, вместе с пасикой. Село называется Прохоровка. Вот и был этот водопад Прохоровский. Просто мы с другой стороны доехали и не знали, что это деревня, село Прохоровка.